Спасибо, ребят. Как здорово снова быть здесь. Я очень люблю лидерскую часть. Многие уже говорили, виртуальный семинар совсем не то же самое, но какая потрясающая связка спикеров, учебы, знания, информации, вдохновения и мотивации у нас в эти выходные. Это действительно фантастика. Надеюсь, вы извлекаете столько же, сколько мы. Мы в восторге от этого. Мы по-прежнему в Даймонд-Пойнт, у озера Хартвелл, снова на связи. Жаль, что вы, ребята, не здесь. Ощутили бы чудную погоду у озера вместе с нами, но такие выходные – это восхитительно. Вот что я хочу теперь сделать в эти несколько минут. Как я сказал, лидерская часть – это, бесспорно, моя любимая часть выходных. Ведь теперь мы можем собраться с ребятами, которые обязались перед самими собой чтить партнерство. Вы начинаете устраивать бизнес. 9% и выше – значит, что появляется какой-то импульс. Вы развиваете актив, видите кое-какие успехи и результаты. Порой это несет новые вызовы. Я люблю собираться с лидерами и разбирать эти вызовы, и подбирать решения к некоторым из них. Мы поступим здесь чуть по-другому. Нет сцены и арены. Давайте устроим то, что мы называем беседой у камина. Камин есть, может не стоит разжигать, жарковато здесь для этого. Но просто побеседуем у камина. И я хочу поделиться некоторыми пунктами лидерства в нашем бизнесе, которые помогут вам перейти на следующий уровень. Надеюсь, где бы вы ни были в вашем лидерском путешествии. Как минимум, те, кто начинает этот переход. Вы стали частью этой организации наставничества, этой команды наставничества. Вас наставляют касательно успеха в жизни, и успеха в бизнесе, и успеха в отношениях. И вы приняли это наставничество, приняли эти знания, приняли эти указания. И начинайте что-то с этим делать. Вносите изменения в жизнь, меняйте привычки, образ действий. Самое главное, вы начинаете менять свой образ мышления. Вы были принимающей стороной этого наставничества. А теперь, развивая какую-то команду и увеличивая ее, вы начинаете входить в роль, где от вас также ожидают какого-то наставничества. И прелесть работы этой команды и всей организации наставничества в том, что уровень нашей отдачи зависит от того, где мы находимся. Нас не просят быть прокачанным гиперкаром на автобане, когда мы только выезжаем на велосипеде или мобеде. Так себе аналогия. Извините за плохую аналогию. Но в общем, это путешествие растет с нами, когда растем мы. И это феноменально. Но в вашем положении вы переходите как бы от игрока к играющему тренеру. Или от того, кто только получает наставничество, к тому, кто понемногу его дает. И к чему я вас буду призывать? Одна такая практика. Прежде всего, поставьте во главе команду. Поставьте во главе свою команду, а не себя. Самое важное, что вы можете сделать, это не знать все ответы, а полагаться на команду наставничества, к которой относитесь, в то время как люди начинают просить наставничество у вас. Это, безусловно, важно. Ведь когда во главе команда, команда, к которой вы относитесь, вам никогда не надо быть всезнайкой. И скажу вам, это один из наиболее обнадеживающих моментов в команде. Так что воспользуйтесь командой. И когда люди начнут просить наставничества у вас, никогда не ставьте себя во главе и не думайте, что вы должны знать все ответы. И у вас будет большое чувство свободы и удовлетворения, когда вы будете строить все большую и большую команду. Что еще я скажу? Когда начнете наставлять других, для начала попытайтесь их понять. Этим я хочу сказать, и делается это, что важно, путем задавания вопросов, а не просто раздачи информации и советов. Ведь Рик нас учил. У него есть такая поговорка, когда ученик готов, учитель появится. Порой мы хотим поделиться, и я тут, пожалуй, не лучше других, мы растем, меняемся, получаем новую информацию, находим новый способ жить, видим успех и результаты. Мы хотим поделиться этим с другими. Они могут быть не готовы. В этом заключается и наш процесс отбора. Узнать, что люди готовы, жаждут, смиренны и благодарны, чтобы получить наставничество. И когда начинаете строить большую команду, вы можете это выяснить. И лучший способ задавать вопросы. И один из самых важных вопросов при этом – почему? Почему ты это сделал? Почему ты решил, что это стоит сделать? Почему? Что послужило причиной? Какая у этого мотивация? Почему думаешь, он это сделал? Почему думаешь, она это сказала? Почему? Это вопрос отличный. И дальше можно по списку. Что? Что для тебя было самым важным? Что, по-твоему, было самым важным для них? С какими концепциями ты солендарен? Как? Как, по-твоему, они себя чувствовали? Как, по-твоему, это повлияло на них? Как – это отличный способ подойти к истинной мотивации людей, а не просто тому, что видно на поверхности. Потому что как может дойти до чувств и эмоций. И помните, этому тоже Рик нас учил. Люди принимают эмоциональные решения и оправдывают их фактами и информацией. Те, у кого сильный тип С, тип личности С, поймут это с трудом. Но это бесспорно правда. Мы принимаем эмоциональные решения, а потом ищем, какими фактами их оправдать. И начиная этот переход, начиная строить команду, задавайте эти вопросы. Или используйте подход задавания вопросов в первую очередь. И вы обнаружите, что получаемые знания и информация будут более направленными и полезными для людей, которых вы начинаете тренировать. Это одно. Другое, я бы сказал, это равняйтесь на ключевые функции или задачи лидера. Как я и сказал, не надо знать все ответы, но кое-что надо делать. И к этому относится продвижение стандартов команды. Это очень важно, потому что команда без стандартов – это не команда. Подумайте о сокере, или, как вы его нежно называете, футболе. Это шутка для узкого круга, пока что ее пропустим. Но подумайте о сокере, или хоккее, или другом виде спорта. Что будет команда без стандартов? Чем будет команда без стандарта ежедневных тренировок, или нагрузок, или как делать это, или как делать то? У команд есть стандарты. У нас тоже есть стандарты. И ваша задача как лидеров – продвигать стандарты команды. Каковы же стандарты нашей команды? Это оборот. Это стандарты касательно наших привычек, чтения, слушания, общения. Это стандарты касательно информации, вбрасывания информации и постановки в известность, беседы с другими людьми. Каковы же стандарты команды? Ваша задача как лидеров – продвигать стандарты команды. И самое главное – продвигать их с тактом. Помните, люди не стали частью этой организации наставничества, чтобы иметь начальника. Они пришли и стали ее частью, потому что увидели в ней что-то, чего хотели, что-то, с чем они могли вырасти. Они не искали здесь начальника, они искали наставника. И как наставники мы не можем людям приказывать, что делать, не можем указывать. Как наставники мы можем их направлять и обучать. И порой мы все более направляемы и обучаемы в разное время. Это одна из ключевых задач лидеров. Продвигать стандарты команды. А также делиться видением. Делиться нашим видением команды. Видением людей касательно их жизни. Видением того, что мы делаем. Меняем жизнь людей. Помогаем им создавать предпринимательские активы и богатство для поколений с помощью организации наставничества. Мы помогаем людям преуспеть в жизни. Это наше дело. То есть делиться видением, продвигать стандарты и делиться видением. И напоминать людям об их посвящении. Потому что в итоге посвящение побудет нас двигаться. Побудет действовать. Побудет любое продвижение. Любой организации или человеку от наименьших до крупнейших нужно посвящение, чтобы действовать. Как раз Джон Максвелл сказал, я исковеркал его фразу, он сказал, к величию нельзя прийти по инерции. То есть ни к чему великому случайно не придешь. В жизни так не бывает. И слишком многие, таких мы и хотим отсеять в нашем процессе, но слишком многие хотят, чтобы их просто принесло к величию. Мы хотим великого, хотим творить великое, быть частью великого, но это не произойдет само по себе. Вот здесь вступает посвящение. И вы теперь, как лидеры, можете равняться на команду, на эти ключевые функции продвижения стандартов команды с тактом. Никто же не хочет начальников. Передачи видения и напоминания людям об их посвящении и соблюдении вашего собственного посвящения – это бесспорно важно. Что еще вам надо делать как лидерам? Вы об этом слышали, говорили, и надо воспитывать в культуре своей команды – это чтить партнерство. По-простому – это чтить то посвящение, о котором мы говорим. Чтобы люди почитали посвящение, которое приняли в начале бизнеса, и выделали то же самое. Это действительно та культура, которая должна пронизывать всю команду. Особенно для вас, как лидеров. Когда ваша команда будет немного больше, когда команда будет более развитой, то вам надо будет решать, как тратить время, усилия и энергию. Как это сделать? Смотреть, кто чтит партнерство в вашей команде. Вот так просто. Потому что вам надо вкладывать время, усилия и энергию туда, где это наиболее производительно и эффективно. И вот в чем проблема. Слишком многие не хотят партнерства 50 на 50. А в этом суть этого процесса – помочь создать партнерство 50 на 50. Ведь я видел, как слишком много лидеров зажигались. Мы начинали строить крупные команды, зажигались своим прогрессом, зажигались своим продвижением. И вдруг 50 на 50 превращалось в 60 на 40, 70 на 30, 80 на 20, 90 на 10. А там уже видишь, как человек держит ручку и говоришь, просто держи ручку, а я повожу бумагой. Знаешь, не переживай, как добраться на семинар в эти выходные. Я заеду за тобой и бутербродов заготовлю. Да и вообще, я билет тебе куплю, потому что тебе понравится. Это не почитание партнерства. Так что вам надо определить, кто чтит партнерство, и туда вкладывайте время, энергию и ресурсы. Ведь когда вы готовы перепрыгнуть океан ради того, кто не готов перепрыгнуть лужу, вы будете толкать шнурок, и в итоге расстроитесь. Так что ищите тех, кто чтит партнерство. И еще одно. Вам надо помнить собственное посвящение. Ведь при переходе к большему лидерству и работе с командой, помните, что вам тоже надо чтить партнерство. Партнерство с оплайнами, партнерство с вашими наставниками, которое надо чтить. И это значит быть партнером 50 на 50, быть в этом деле вместе. Вы окажетесь в двух ролях. Так будет все время в команде наставничества. Вы окажетесь в двух ролях. Роли наставляемого, того, кто учится, и роли наставника. Вот такие несколько пунктов, которые важны с точки зрения лидерства. Когда вы начинаете строить крупную команду. Что я бы вам сказал, что сказал Джон, Джон Максвелл во время вчерашнего выступления. Это попало прямо в точку. Он сказал, когда ощутишь значимость, тебя перестанет удовлетворять успех. Это было грандиозное высказывание. Оно меня поразило. Ведь мы столько говорим об успехе. И успех это здорово. Ведь мы у себя в команде наставляем людей для успеха. Это наше виденье. Что мы делаем? Помогаем наставлять людей для успеха в жизни. В отношениях, в семье, в создании финансовых активов. Наставляем людей для успеха. Но что это дает? Когда мы наставляем людей для успеха, мы концентрируемся на них, а не на себе. И вот это значимость. Успех это мы для себя, значимость это мы для других. И я вам скажу, когда начнете наставлять других и видеть их успех, наставлять их для успеха и ощущать эту значимость, я вам скажу, ощутив эту значимость, вы больше никогда не удовлетворитесь успехом. Это здорово. В этом мире есть множество способов заработать. Есть множество людей успеха. Есть множество способов получить то, что нужно. свободу или что-либо еще. Но скажу вам, я не знаю лучшего способа создать значимость, помогая, наставляя других для успеха, чем быть в этой команде и быть частью этой организации наставничества. Мы помогаем людям преуспеть в жизни и создать предпринимательские активы, которые создают богатство для поколений. И когда вы соберете все это вместе, нет лучшего места, чем здесь. Поэтому поздравляю, что вы здесь. Хоть эти выходные и проходят виртуально, это не важно. Мы здесь, и нет лучшего места. Что ж, мы любим вас, были рады быть здесь с вами, ждем случая, когда увидимся лично. Я сказал это раз, и повторю сотню раз. Мы не можем дождаться личной встречи. Но я в восторге, что вы смогли получить в эти выходные, и мы в восторге, с чем вы можете пойти вперед. Мы любим вас, и до скорой встречи. Я передать вам не могу, насколько мы воодушевлены быть с вами, по крайней мере, в формате видео, на празднике свободного предпринимательства. Вы знаете, мы уже...